МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стойте! Кто вы такой? Зачем вы следите? Зачем вы следите? Она не могла понять, что нужно тому мужчине и зачем он следует за ней по пятам. Для того, чтобы хоть как-то прояснить ситуацию, Женя решила обратиться за помощью к бабушке Нине. Вижу сердце у тебя от страха. Как у зайца колотится? Да, бабушка, я их правда очень боюсь. Меня тебе бояться не стоит. Садись. А я не вас боюсь. А кого же? Меня мужчина какой-то преследует. То у дома, то у работы его вижу. Следит за мной тайком, наблюдает. Я не понимаю, что ему от меня надо. А главное, просто следит, смотрит и больше ничего. В полицию с этим идти засмеют. Ничего же не случилось. Он мне не угрожал. Вижу фотография. У тебя его есть? Да, есть. Я когда последний раз его видела, на телефон сфотографировала. Дай телефон. Меня подружки идти не верят. Не понимаю, кто он. Может, вы мне скажете? Кто он, и я не вижу. Фотография нечеткая. Лица не видно, плечо одно. Но вижу, что вы скоро снова встретитесь. Ну вот. А что мне делать? Я в прошлый раз не выдержала. Прямо так ему и сказала. Кто вы такой? Что вы от меня хотите? Он убежал. Аня, принеси соль. Если хочешь, чтобы он с тобой заговорил, должна, когда снова его встретишь, соль эту на дорогу кинуть. Держи. Эта соль заговоренная. Спасибо. А теперь ступай и ничего не бойся. Прошло несколько дней. Своего преследователя Женя пока не встречала и была этому рада. Она надеялась, что бабушка ошиблась, но на всякий случай все равно носила с собой заговоренную соль. Хорошего вам дня. Спасибо. Жень, подожди. Привет. Привет, Олег. Я сегодня раньше освободился, поэтому, если еще надо, я могу вам с мамой мебель помочь собрать. Спасибо огромное. Ты у меня самый лучший друг. Мама будет очень рада. Ты прости, что я так часто прошу тебя о помощи по дому. Просто с тех пор, как умер папа, мы с мамой совсем осиротели. Некоторые вещи мы даже просто психологически не можем сделать. А раньше всем этим папа занимался. Ничего страшного, мне не сложно. Тем более мой отец для меня давно умер, и я по дому много делаю сам и много чему научился. Но ты не грусти. Все же хорошо? Да. Пойдем. Пойдем. Спасибо и вам. Увидимся. Прошло еще несколько дней. Жизнь Жени шла своим чередом, и она уже практически не вспоминала о мужчине, который ее преследовал. Кто вы такой? Кто вы такой? Как не мог решиться с вами заговорить? Ну, раз решились, то говорите тогда уже. Зачем вы за мной ходите? Женя, я ваш брат, Слава. Что? Ну, вы поумнее ничего не могли придумать. Вот именно поэтому я и не решался. Я так и знал, что вы именно так и отреагируете. Но это правда. Я ваш брат. У нас общий отец. Я, когда после смерти отца, когда узнал, что у меня есть сестра, я сразу решил, что нужно познакомиться и просто никак не решался к вам подойти. Но сейчас я решился. Ничего себе решился. То есть вы хотите сказать, что мой папа изменял моей маме? Да я в это никогда не поверю. Наоборот. Мы у него раньше вас были. Потом он встретил вашу маму и ушел к ней. Этого быть не может. Тем не менее, это так. Вы не обращали внимания на то, что он так часто ездит в командировки? Это он к нам ездил. Просто мы с мамой в Шатуре живем и... А! Вот. У меня есть общие фотографии. Вот, смотрите. Женя была шокирована услышанным. Она не могла поверить в то, что у нее есть брат, и отец никогда им с матерью об этом не говорил. Да, это он мой папа. Я не понимаю, тогда почему он нам об этом не говорил? Не знаю. Может быть, он боялся неодобрения. Ну что, познакомимся? Ну, давайте попробуем. Только давайте на «ты». Ну, давайте на «ты». Что, я помогу с сумками? Ну, помогите. Несмотря на потрясение, будучи человеком добрым и открытым, Женя приняла брата и через несколько дней решила познакомить его с матерью. Ты не переживай. У меня очень хорошая мама. Ты обязательно ей понравишься. Женя, ну что ж ты не предупредила, что ни одна придешь? Я приготовила что-нибудь. Знакомься, это Слава. Очень приятно, Слава. Меня зовут Галина Павловна. И мне приятно. Так, а вы, наверное, коллега с Женей? Не совсем. А кто же? Мам, я даже не знаю, как тебе это сказать. Неужели жених? Ну, наконец-то. Мой брат. Мой брат, сын папы, Слава из Шатуры. Жень, ты что несешь? Ну, мам, это правда. У папы действительно была семья, о которой он нам ничего не говорил. Я сам совсем недавно узнал, что у меня есть сестра. И вот решил познакомиться, а теперь и с вами. Так, ребят, знаете что? Мне эти ваши шуточки здесь не нужны. Идите, разыгрывайте куда-нибудь другое место. Ну, мам. Да я слышать ничего не хочу. Вон отсюда. Прости, пожалуйста, я не знала, что она так резко отреагирует. Да ничего. Я все понимаю. Ладно, я пойду. Я тебя провожу. Пойдем. Проводив Славу, Женя вернулась домой и застала мать в слезах. Галина Павловна страдала и отказывалась верить в то, что ее всю жизнь обманывал муж. Успокойся, мам. Ничего страшного не произошло. Ну, не мог он так поступить, понимаешь? Не такой он был человек. А ты уверена, что этот Слава не самозванец? Я сначала тоже так думала, но потом Слава мне показал фотографии их детские. Там был папа, Слава маленький и женщина. А я не хочу видеть этого Слава. Мама уже целую неделю из дома не выходит. Страдает из-за того, что отец от нее такое скрывал. Она всегда считала, что единственная у него. Я-то ее понимаю, но и от брата отказаться не могу. Он парень хороший, ни в чем не виноват. Как мне быть бабой Ниной? Отломи краюху хлеба и дай мне. Действительно, вижу рядом с тобой родную кровь. Не гони брата. Хороший он человек, добрый, как и отец его. Ни тебя, ни его не бросил. Один раз оступился, но до последнего помогал сыну. Я-то это понимаю, но как мне это маме объяснить? Не общаться же со своим братом за ее спиной. Это ты сама решай, но не в этом твоя проблема. А в чем? В том, что фамилию отца не взяла. Ну, да, не взяла. Мне его фамилия, если честно, не очень нравилась. Поэтому я мамину взяла. У мамы фамилия красивая, Снежина. Не в красоте дело. Кто фамилию отца не берет, уязвим для всякого зла становится. Женя прислушалась к совету бабушки и не стала гнать славу. Втайне от Галины Павловны Женя продолжала общаться с ним и надеялась, что рано или поздно мать изменит свое отношение к славе. Там мама. И что теперь? Ну, я просто не хочу, чтобы она нас вместе видела. Тебе лучше уйти. Я не понимаю, почему она не может принять меня в вашу семью? Я, между прочим, мог бы прожить твою жизнь, если бы не твоя мама. Что это ты имеешь в виду? Наш отец был вторым человеком в типографии. Вот почему ты ходишь в руководителях, а я без работы. Я старше тебя. Если бы не твоя мать, отец был бы с нами. Ну, мне обидно, что твоя мать сейчас тебя так ведет. Ну, прости ее. Она обязательно тебя примет, просто должно пройти еще чуть-чуть времени. Ну, конечно. Я понимаю. Женя была расстроена и боялась, что поведение матери может разрушить их отношения со славой. Поэтому она решила во что бы то ни стало убедить мать принять славу в их семью. Прошла неделя. Женя неоднократно пыталась изменить отношение матери к Славе, но сделать это так и не удалось. Все это время Слава избегал встреч с Женей, и она боялась, что он обиделся и больше не хочет ее видеть. Слушай, почему? Ты в последнее время такая какая-то серьезная стала? Все хорошо, все отлично. Просто ты у меня самый лучший друг, Олежек. Просто я опаздываю и не готова сегодня на прогулок. Ну, хорошо, тогда до завтра. До завтра. Братинка! Привет, сестренка. Ты чего такой грустный? Да, так, есть небольшие проблемы. Давай прогуляемся? Конечно. Пойдем. Ну что ты по поводу меня с мамой разговаривала? Говорила, но она ни в какую, прости. Ничего. У тебя некогда не было брата, у меня сестры. Так тому и быть, значит. В смысле? Я же от тебя не отказываюсь. Да я не об этом. Ну о чем ты? Понимаешь, я ведь не просто так хотел, чтобы у нас все было хорошо, чтобы мы с тобой общались и не скрывались. Слав, я не понимаю, к чему ты клонишь? Я очень сильно болен. Что? Подожди, Слав, ну, неужели ничего нельзя сделать? Может и можно, но это не про меня. Почему? На лечение нужны такие деньги, которых мне за две жизни не собрать. Это всего лишь деньги, а у тебя жизнь. Я понимаю. А что делать? У меня копятся деньги на квартиру. Когда папа был жив, он мне счет открыл. А если чего не хватит, то мы у кого-нибудь займем. Ты правда сделаешь это для меня? Ну, конечно, сделаю, Слава. Ты же мой брат. Женя очень переживала за жизнь брата, поэтому втайне от матери сняла со своего счета деньги и перевела их на счет клиники, где должен был проходить лечение Славы. Привет. Привет. Слушай, ну ты прямо неуловимая стала. Я, конечно, понимаю, мы в разных отделах работаем, но раньше я тебя хоть поймать мог, а сейчас нет. Прости. Просто у меня появилось много дел. Ну, и ты поэтому так рано с работы выходишь? Может быть, расскажешь? Жень. Что случилось? Раньше ты мне все рассказывала. Жень. Ты чего? Жень, да перестань. Тише, тише, тише. Что такое? Так, у меня брат пропал. Вы можете сказать, где мой брат? Он жив, с ним все в порядке. Я везде искала клинику, о которой он говорил, но так и не смогла найти. Аня. Да, бабушка. Принеси ножницы и карту. Чтобы ответить на твой вопрос, мне нужно три твоих волоса. Положи мне их на руку. С ним все хорошо? Вижу, жив и здоров твой брат. Все у него хорошо. Ну, почему же тогда он сбежал? Как мне его найти? Волос, который посередине, указывает на то место, где живет твой брат. Да, точно так, как он говорил. Шатура недалеко от центра. Но как мне его найти? Найдешь, не бойся. Одна туда не езди, подругу возьми. И вот еще что. В последний день месяца на автобусную станцию в твоем городе сходи. Зачем? Сходи, говорю. На следующий день Женя отправилась в Шатуру, чтобы найти адрес, по которому проживал ее брат. Бабушка сказала мне взять с собой подружку. А с тех пор, как ты появился у нас в компании год назад, ты для меня самая лучшая подружка. Я, честно говоря, вообще не понимаю, что мы здесь с тобой делаем. Да, прости, пожалуйста, я до сих пор тебе ничего не объяснила. Понимаешь, недавно у меня появился брат. В смысле появился? Ну, понимаешь, у моего отца был сын от первого брака. И предыдущую семью он от нас скрывал. Так вот, появился этот брат. И оказалось, что он смертельно болен. Я решила ему помочь и дала ему деньги, которые откладывал на квартиру. Подожди, дай догадаюсь. Теперь он пропал, а ты его ищешь? Все верно. Жень, ну, ты чего такая наивная? Ты у него хотя бы документы смотрела? Да смотрела. Если ты думаешь, что он меня обманывал, то ты ошибаешься. Я тебя познакомлю с Славой, и он тебе очень понравится. Он, между прочим, хороший парень. Ну-ну. Что ж ты такой недоверчивый? Слушай, а, по-моему, это тот дом, который нам нужен. Да, пойдем. И это тот подъезд. Пойдем? Ну, не может быть, чтобы нигде никого дома не было. Тише, тише. Ну что стоишь? Проходи, сестренка. Пойдем. Олег, это как понимать? Да я сам в шоке с того момента, как свой адрес у тебя в бумажке увидел. А чего же ты тогда молчал? Да потому что... Потому что я подумал, вдруг я ошибаюсь. Ну, а когда ты мне рассказала про брата, у меня в голове все сложилось. Что сложилось? Жень! Я твой брат. Послушай меня. Я только сейчас это все понял. Конечно, я знал, что у отца есть другая семья. Но кто вы, я понятия не имел. Да и не хотел знать. Возможно, если бы я знал, кто ты, то мы бы с тобой никогда не подружились. Жень, познакомься, это моя мама, Нина Сергеевна. Здравствуйте. Очень приятно, Женечка. Рада тебя видеть. Очень много слышала хорошего о тебе. Олег про меня часто рассказывал? Нет. О тебе мне рассказывал твой папа. Мы с ним виделись до самой смерти. значит, это все правда. Давай присядем. Женечка, твой отец был очень хороший человек. И ты не должна его ни в чем винить. Я вот тоже простила его, когда он к твоей маме ушел. Сердцу, как говорится, не прикажешь. Ну, он помогал нам. Он помогал нам до самой своей смерти. И вот Олежку даже устроил на свою работу. Что значит, устроил? А ты что же думал? За красивые глаза тебя в типографию взяли? Это все отец твой, Олег. Он всегда тебе помогал. Ты вот не хотел его помощь принимать, а его это не остановило. И он очень хотел, чтобы вы с Женечкой вместе работали, подружились бы с ней. Он бы потом познакомил бы вас, рассказал бы, кто есть кто. Не успел. Умер. Мама, я же тебе говорил, чтобы ты помощи от него не принимала. Ты же знала, что он еще при жизни для меня умер. Я не понимаю, почему ты так не любил своего отца? Да ты все равно не поймешь. С вами-то он был каждый день. А со мной и матерью урывками. Я все-таки в это не верю. У тебя же даже фамилия другая. Олег ее специально сменил. Когда узнал, что у его отца семья другая. Прошла неделя. Женя была шокирована тем, что ее братом оказался лучший друг Олег и практически отчаялась найти славу. Несмотря на это, как и советовала бабушка, в последний день месяца Женя приехала на автобусную станцию в их городе. Ну, привет, братец. Что, выздоровел? Как ты меня нашла? Какая разница? Действительно. Слушай, Женя, я не твой брат. Да что ты говоришь? Я это уже поняла без тебя. Ты мне вот что лучше скажи. Как тебе пришла в голову такая идея таким образом меня облапошить? Я работал водителем у твоего отца в последние месяцы его жизни. Почти как только я устроился, шеф умер. Он был хороший человек. И таким образом ты его решил отблагодарить? А что мне оставалось делать? Он умер и опять остался без работы. Очень сложно найти хорошую работу. Но я и задумал весь этот спектакль. А наблюдал за тобой, чтобы лучше тебя узнать и найти подход. Могу отдать должное твоим актерским способностям. Спасибо, мы закончили. Мне нужно работать. Нет, подожди. Я все-таки не поняла, откуда у тебя фотографии и столько информации об его семье. Я ведь тебе объяснил. Я был личным водителем твоего отца. Он много мне чего рассказывал. Рассказывал про твоего брата. Я часто возил его в Шатуру. Когда он умер, я нашел фотографии в машине. Все? Теперь все понятно? Понятно. Ну, я так понимаю, деньги свои обратно просить бессмысленно, да? Ну, конечно. Ну, фотографии хотя бы чужие верни. Да без проблем. Мне уже без наномности. После того, как все стало на свои места, Женя рассказала обо всем случившемся маме. К ее удивлению, на этот раз мать спокойно восприняла ее рассказ и ни в чем не винила. Так как Галина Павловна хорошо знала Олега и испытывала к нему симпатию, то была не против их общения. Славу Женя больше никогда не видела. Бабушка говорит, что от отцовской фамилии детям отказываться нельзя, иначе уязвимым для всякого зла будешь. Дима, Дима, открой! Дима! Открой! Опоздала! Опоздала! Елена сильно переживала за Дмитрия. Они стали жить вместе спустя год после гибели первого мужа Елены Валентина. Четыре месяца назад Елена и Дмитрий расписались. В тот вечер, когда Елена спешила домой, Дмитрий потерял сознание. Почти каждый день с ним случались неприятности, и происходило это ровно в шесть вечера. А недавно дерево во дворе упало, так его чуть не убило. И каждый день с ним что-то случается. И каждый день в шесть часов. А еще я заметила, что если я рядом с ним, то ничего дурного не происходит. Но я же все время не могу находиться рядом. У меня же еще дочка от первого брака. Мне не разорваться. Есть вещь мужа с собой? Нет. Не знала, что понадобится. На, подержи клубок. Думай о нем. Представляй. Не зря ты за мужа волнуешься. Беда ему грозит. Смерть. И случиться это может как раз в шесть часов. Я ясно эти цифры вижу. Да что же это? А еще вижу и вправду ты его от беды этой спасешь своим присутствием. Вот. Я же говорила. Я так и знала. Подожди, не тараторь. Долго ты его защищать не сможешь. Беда все равно случится, если не разобраться, в чем дело. Ну так надо разобраться. Без вещей мужа мне всего не увидеть. Чтобы больше узнать, принеси мне то, чем он часто пользуется. Тогда попробую помочь. В тот вечер Елена умышленно задержала Дмитрия дома, чтобы ровно в шесть он оставался под ее присмотром. Она боялась, что если он будет в это время один, с ним что-нибудь обязательно случится. Они там без тебя подождут. Я тебе объясняю. Там авария на линии. Я обещал, что в шесть тридцать буду уже там. А мне еще пятьдесят минут ехать. Теперь придется своим ходом добираться. Ну все, все. Не сердись. Пару минут никакой погоды не сделают. Еще неизвестно, что у вас там за авария. Может, надолго задержишься. Ты хоть поесть сможешь. Так. На прошлой неделе вон до двенадцати возились? Лен. Все. Все готово. Держи. Спасибо. Пожалуйста. Да, кстати, ты не видела мои инструменты? Видела. В прихожей около двери. Все, я побежал. Давай. Давай, я освобожусь, позвоню. Оказалось, что Елена не напрасно волновалась за мужа. На следующий день она узнала от соседки, что в шесть вечера у них на остановке произошла серьезная авария и пострадали люди. Именно на этой остановке оказался бы муж Елены, если бы она не задержала его. Елена Анатольевна, мы все. В этот раз массаж пошел лучше, Машеньке уже не так больно. Так что победим и твоя плоскостопия дрова. О, прекрасно. Сколько еще сеансов потребуется? А, пять сеансов, это точно, а потом надо смотреть. Ну, положительная динамика есть, а это самое главное. Вы меня извините, мне пора, нужно ехать в другой конец города. Конечно. Спасибо вам большое. Всего доброго. Пока, Машенька. Мама, Карина мне велела по камням ходить, а где мы их возьмем? Ну, поедем на речку за город с дядей Димой и наберешь там себе камушков. А сейчас иди одевайся, пойдем в магазин, купим тебе пирожное или что ты там еще хотела. Ужин я приготовила, скоро дядя Дим придет с работы. В тот день Дмитрий в очередной раз задерживался на работе и в шесть часов его не было дома. Елена очень нервничала. Алло? Да, это я. Мой муж. Что? Он живой? Какая больница? Я сейчас приеду. Елене сообщили, что Дмитрий на работе получил серьезную травму. Его госпитализировали. Лене пришлось оставить дочь у соседки, чтобы поспешить к Дмитрию. Прошло несколько дней. Дмитрия выписали из больницы и теперь он находился дома. Елена собиралась ехать к бабушке, но поскольку Дмитрий был под ее присмотром, ничего плохого пока не происходило. Она решила отложить поездку. Собаку свою держите. Да ты сама на себя смотри. Ну и семейка. Одна хамка, другой бабник. Не говорите ерунды, какой Дима вам бабник. Видела я, как он девицу какую-то водит. Какую девицу? Это наша массажистка, она к дочке ходит. Массажистку я вашу знаю. Это не она. Она темная, а ваш муж блондинку водит. Слова соседки о таинственной блондинке, которую приводил домой муж, не давали Елене покоя. Она весь вечер сдерживала себя, чтобы не начать выяснять отношения. И лишь когда дочь уснула, решила поговорить с мужем на чистоту. Ну, не ко мне. Хочу узнать, есть ли у тебя совесть. А что случилось-то? Не хочешь рассказать, что за блондинку ты приводил домой? Ты что, сериалов пересмотрела, что ли? Ну, какая блондинка? Никого домой не приводил. Рассказывай давай. Соседка все рассказала. А-а-а. Да это страховщица приходила, попала в больничную. Ну, я же забыл уже. Да, страховщица, конечно. Получше ничего не мог придумать. Ты что, с катуши слетела? Чего ты все выдумываешь? Достала меня уже со своей опекой. Дома шагу не даешь ступить. На работу ко мне приходишь. Меня уже все высмеивают. Ах, им смешно? А тебе не смешно, что с тобой постоянно что-то случается? Опять заладим. Думал, хоть на больничном посижу, ты хоть успокоишься. А ты какую-то любовницу придумала. Все, хорошо. Я буду спать на диване. Или что, тоже нельзя? Что, со мной там тоже что-нибудь случится? Так, хоп! Через несколько дней муж Елены вышел с больничного на работу, а она поехала к бабушке. Елена хотела узнать, верен ли ей Дмитрий. Ну что, принесла вещь? Да. Зажигалка его. Подойдет? Давай мне. Аня, подай мне миску с солью. Вижу я женщину со светлыми волосами. Да-да. Соседка мне тоже сказала, что она блондинка. Вижу, была блондинка эта в вашем доме. не страховщица она. Врет тебе муж. Что же теперь делать? Расставаться? Я даже не знаю. Я ведь люблю его. Муж тоже тебя любит, крепко любит. И только тебя. А вот, что его с блондинкой связывает, не вижу пока. А ты уверена, что это его зажигалка? Да. Дима ей пользуется. Правда, у нас весь балкон зажигалками завален. Она могла и от первого мужа остаться. Чую холод от нее. Его, эта зажигалка. Мужа твоего покойного. Дух его где-то рядом. Быть не может. Валентин, он здесь? Он меня слышит? Сложно с ним говорить. Недоволен он, гневается. Но не говорит на что. А за что он может на меня гневаться? Я к нему хорошо относилась. Конечно, последнее время мы жили только из-за привычки, а не из-за любви. И ребенок общий. Но мы с ним даже никогда не ругались. Вижу, не сразу ты нового мужчину в дом привела. Да, не сразу. Когда Валентин умер, Дима, он поддерживал меня, помогал. Они работали вместе с мужем. А потом год прошел, когда мы вместе стали жить. А расписались вообще недавно. Месяца четыре как. Кстати, с того момента неприятности стали происходить с Димой. Не бойтесь. Такое часто бывает, когда духи злятся. Дух Валентина пробудил все не просто так. Он как-то связан с твоим нынешним мужем. Но не могу пока учуять, как. Я же говорю, они работали вместе. Не в этом дело. Дух как-то привязан к шести часам и снова близится что-то плохое. Что же теперь делать? Вы говорили, дух к шести часам привязан. Я вспомнила. Валентин умер в шесть часов полтора года назад. Чтобы мужа покойного усмирить, обряд нужен. И провести его должна та, что в его сердце была. Я поняла. Я все сделаю. Скажите только что. Аня, принеси речной песок. Я все тебе объясню. В ту же ночь Елена решила провести обряд, чтобы успокоить дух ее первого мужа. Она надеялась, что все получится. И Дмитрий больше не пострадает. На следующий день Елену ждал неприятный сюрприз. Придя домой, она обнаружила, что их квартиру обворовали. Некоторые ценные вещи и деньги пропали. Дим. Все деньги украли. Все, что на ремонт откладывали. Все 200 тысяч. Все, Лена. Уже нет смысла плакать. Я позвоню в полицию. Или сразу схожу к участковому. Ага. Ты думаешь, что их найдут, что ли? Ну как-то же находят этих уродов. Ну вот пусть ищут. Ну, я не знаю. А тебе что, на работу не надо теперь? Да я спросился, мы сегодня с работы. Я как узнал, сразу примчался. Соседи сказали, что дверь была переоткрыта. Ну ладно. Я сейчас схожу к участковому, а ты пока постарайся успокоиться. Хорошо? Я еще валерьянки зайду, в аптеку куплю. Я мигом. Хорошо? Да. Несмотря на обряд, который провела Елена, неприятности с Дмитрием не прекратились. Он снова чуть не пострадал, и произошло это ровно в шесть часов. Елена отправилась к Дмитрию на работу. Я надеюсь, этого будет достаточно. Я тебя больше не увижу. Это все, что это. Спасибо. Света! Ах, значит, нет никакой блондинки-любовницы, да? Ты просто сволочь! Лен! Я ради тебя! Я из кожи вон лезу! Я стараюсь спасти, как могу! А тебе на меня наплевать! Лен, подожди, ты все неправильно поняла! Серьезно? Да я сама своими собственными глазами видела, как ты с ней общался! Передавал какой-то конверт! Что в нем? Там деньги! Какие деньги? Нас ограбили! Какие деньги ты можешь ей передавать? И за что? Не было никакой кражи! Это я ее взял! Я, понимаешь? Просто инсценировал все как кражу! Что? Лен, у меня очень большие проблемы! А эта блондинка, она мне помогает! Я не понимаю! Я сбил пешехода! И меня могут за это посадить! Ну и чтобы не завели дело, я дал большую взятку! А эта Света, она знает нужных людей! Мы с ней все обсудили, и она может меня отмазать! Дима, это все какой-то кошмар! Ты сбил человека? Да! Обокрал Надь, дал взятку, и ты мне ничего не говорил? Да, не говорил, я просто не хотел тебя пугать! Конечно, кража, это тоже не лучший вариант! Но, но мы бы пережили ее вместе! А деньги? Ну, деньги я бы заработал в течение года на дополнительных сменах, потом вернул семью! Лена, ну, прости меня, пожалуйста! Я просто растерялся! Я думал, что так будет лучше, если ты не будешь знать ничего про этого пешехода! А чтобы я не узнала про пешехода, ты инсценировал квартирную кражу! Ну да, я... Ничего глупее придумать нельзя! Дурак ты, Дима! Лен! Елена была сильно обижена на Дмитрия за обман! Она не разговаривала с ним и перестала его опекать! А на следующий день муж Елены попал в аварию! У него было несколько переломов и ушибы! Думай о своем покойном мужем! Вспоминай только хорошее, что у вас было! Все дурные мысли отгони! Поняла! Поговори с нами! Покажись! Что тревожит тебя? Почему злишься на женщину, которую любил? Все ясно теперь! Ступай с миром! Что? Что он сказал? Обряд ты провела правильно! Не сработал он потому, что должна его провести та, что у него в сердце была! Я не понимаю! Другую женщину он любил, не тебя! И только она должна обряд делать! Тогда все закончится! У него была другая? Да как же это? Вижу посуду! Нож у тебя с собой в сумке! Нож? А, так это... Это обед Димы! Я после вас сразу к нему поеду! Я ему всегда вилку и нож с собой кладу! На работу тоже! Это очень плохая примета! Нельзя ножи из дома носить! И первому мужу ты нож с собой давала! Сама навлекаешь беды на своих мужчин! Я? Да я не знала! И как теперь мне все это прекратить? И где я должна искать эту женщину, которую любил Валентин? Найдешь ты ее! Заставь ее обряд провести! И еще! Твой нынешний муж что-то от тебя утаивает! Жив он останется, только если всю правду тебе откроет! Если нет, дух его в могилу сгонит! Но и ты должна простить его, что бы он тебе не рассказал! Дам тебе вещь сильную! Она поможет тебе из него всю правду выудить! Аня, принеси камень! Камень этот заговоренный! Когда будешь с мужем разговаривать, держи его в руках! Спустя несколько дней Елена забрала Дмитрия из больницы. Ему был назначен постельный режим. Болит? Да нет, как-то утром больше болело. Открой, пожалуйста. Не волнуйся, Лена, я скоро встану на ноги. Да от тебя вообще отходить нельзя. Тебе самому не кажется странным то, что с тобой происходит? дать нет, не кажется. Дим, послушай, ты не должен от меня ничего утаивать. Я знаю, ты от меня что-то скрываешь. Ты должен мне обо всем рассказать. Прямо сейчас. Лен, пожалуйста, не начинай. Я не отстану. Просто расскажи. Обещаю. Я прощу тебе. что бы это ни было. Хорошо. Мне действительно есть, что тебе рассказать. Это про твоего бывшего мужа, про Варю. Говори. в тот день мы работали с ним вместе в одну смену. Он работал на высоте, а я внизу. Его трос оборвался, крепление не выдержало. Ну это я знаю, Дим. А при чем здесь ты? Да при том, он умер не сразу. Когда он упал, он был еще жив. А я? Я не вызвал ему скорую. И я хотел, чтобы он умер. Из-за тебя, понимаешь? Я влюбился в тебя. А он от тебя гулял, но при этом от тебя не отпускал. Мне просто было очень обидно за тебя, Лен. Это на мне вина. Он умер чуть позже. Вечером. В шесть часов это все? Нет. Та блондинка Света она работает в нашей фирме. И не было никаких взяток избитых пешеходов. Она просто обычная шантажистка, которая знала про смерть Вали и знала, что я не вызвал ему скорую. Она его любовница. Что? Я отдал ей деньги, чтобы ты ничего не узнала. Это я виноват в смерти Вали, Лен. Ну, теперь ты все знаешь и никогда меня не простишь. значит, это он мстит тебе за свою смерть, за то, что ты не спас его. У меня все это не укладывается в голове. Но я тебя прощаю. Только мне нужно немножко времени. Елене было сложно простить Дмитрия, но она не желала ему смерти. Через день Елена нашла в себе силы, чтобы поговорить с бывшей любовницей Валентина. Оставив Дмитрия и Машу под присмотром соседки, она отправилась к Светлане. Света, да? Меня зовут Лена. Я жена Валентина. Мне нужна ваша помощь. Какая еще помощь? Хотите верьте, хотите нет, но дух Валентина, он не дает жить моей семье. Вы хотите, чтобы я в это поверила? Нет. Я хочу, чтобы вы уделили немножко времени и провели обряд, который успокоит его. И нужны именно вы, потому что Валя, он любил вас. Елена добилась того, что Светлана провела обряд и дух Валентина наконец успокоился. Вскоре Елена все-таки смогла простить Дмитрия и их жизнь стала прежней. Помните, нельзя уносить ножи из дома. Это плохая примета, которая может навлечь беду. А если уже случилось так, что нож из дома унесли, то нужно купить взамен новый и поточить его в первый же день со словами новый нож на замену в дом, чтобы бед не случалось в нем. Мариночка, собирайтесь. Куда? У нас еще рабочий день. Ну, так как ваш рабочий день непосредственно зависит от меня, считайте, что он уже закончился. Мы едем в ресторан. Петр Иванович, вы же знаете, что я замужем. Знаю. За таксистом. Марин, не отказывайтесь от моего предложения. Верите руки. Что вы себе позволяете, я мужу расскажу. Пожалуйста, вперед. Но я не уверен, что у него есть время на разборке со мной. На днях я видел его совсем с другой женщиной. Это вы не можете быть, вы что-то путаете. Может, Марина, очень даже может быть. У меня хорошая память на лица. Так что подумайте. я настроен серьезно. Марина давно была замужем, и впервые и впервые засомневалась в верности мужа. Она хотела узнать, правда ли у Вадима появилась любовница, но не знала, как поймать супруга с поличным. Она отправилась за советом к бабушке. Вижу, тревожно тебе. Из-за мужа пришла. Да. Знаете, мне сказали, что у мужа есть другая. Я сразу не поверила. Но потом как-то стала присматриваться к нему. Он на звонки не всегда отвечает, задерживается, странно себя ведет. Я хочу, чтобы вы посмотрели, у него правда появилась другая. Мне очень нужно знать. чтобы сказать что-то. Мне нужна вещь твоего мужа. Я не знала, ничего не привезла. Вот. Ключи есть, общие. По ним можно сказать что-то? Давай посмотрим. Вижу, что касался ключей неверный мужчина. Вижу, женщину, постороннюю. В твоем доме была и будет еще. Все-таки изменяет. Вижу еще что-то. Аня, принеси муку и березовый пруд. Что это за цифры? Точно сказать не могу, но запомни их. Они помогут тебе в поисках правды. Прошло несколько дней. Новые подтверждения измены мужа не заставили себя долго ждать. Что-то сегодня запарился. Думал, сварюсь в машине, пока доеду. Надо срочно чинить конди. Я в душе. А ты что, скруксилась? Что-то случилось? Да. Вот это. Видимо, в машине действительно жарко было. А это что? Цепочка, которую ты сорвал со своей любовницы. Я ее в машине нашла. Утром спустилась за хозяйственной сумкой и нашла на заднем сидении. Я еще тогда хотела тебе сцену устроить. Да Галя соседка помешала. Не встала при ней. Марин, ты что? Сериалы пересмотрела? Я таксист. У меня за день в машине до десятка женщин бывает. Что только не оставляют. Так что ты это, не выдумывай. Я не выдумываю. Ты стал задерживаться постоянно. Трубку совсем не берешь. Времени со мной почти не проводишь. Все катаешься. А денег как было, так и осталось. Гулькин нос. Да, катаюсь, Мариша. А ты забыла, что у сына свадьба скоро? У тебя клад в офисе, а я сколько накатаюсь, столько и получу. А трубку не беру, потому что за рулем жить хочу. Так что ты это, фантазию свою умерь. Дуру из меня не делай и забери свою цепочку. Отдашь ей при встрече. Приятного аппетита. Спасибо. Кстати, Марина, вы любите итальянскую кухню? Не знаю. Да, наверное. Ну и прекрасно. Я знаю один ресторан, с отличной итальянской кухней. Уверен, вам понравится. Ну, хорошо. Давайте попробуем. Ну и отлично. Через 10 минут выезжаем. Приятного аппетита. Спасибо. Марину Олеговну душила обиды из-за измены Вадима, поэтому она на зло мужу согласилась пойти с начальником в ресторан. Марина. Марина. Доброе утро. Доброе. Алиночка. Может, перейдем уже на ты? А то вчера в ресторане весь вечер выкали. Как-то неловко. Неловко. Ну, давайте. То есть, давай. Но только за пределами офиса. Ну, как скажешь. Ладно. Пойду сварю кофе. А ты потихонечку просыпайся. Вставай. Нам же еще работать надо. Пойду. Затаив обиду на мужа, Марина Олеговна согласилась поехать после ресторана к Петру Ивановичу. У Марины не было чувств к начальнику. Лишь желание отомстить мужу. Сыну Антону и его невесте Ирине женщина сказала, что останется у подруги. Ириш. Ириш. А? Ты букет к платью выбрала? Нет еще. Пересмотрела кучу вариантов, никак не определюсь. Кстати, я сегодня сфоткала несколько. Я сейчас за телефоном схожу. Ага. Так, Марина, у меня заказ. Я пошел собираться, мне надо быть на месте через полчаса. Да подожди, сейчас Антон приедет. Когда ты последний раз со всеми за одним столом ужинал? Может, работа подождет? Я уже принял заказ. В следующий раз тогда. Пошел одеваться. Улица Спортивная, дом 20. Марина Олеговна заметила, что ее муж очень часто принимает заказы по этому адресу. В тот момент женщина вспомнила, что бабушка говорила о цифрах 20 и 14. Марина Олеговна была уверена, что этот адрес что-то значит. Ты че, Марин? А знаешь что, милый? Уж больно часто ты стал наведываться вечерами по этому адресу. Чего ты взяла, Марин? Я видела историю заказов. Это адрес твоей любовницы, да? И давно ты стал работой прикрываться. Подожди, Марин, я все объясню. Нет, не надо. Теперь мне все объяснит она. Марина Олеговна сразу же отправилась по адресу из заказа мужа. Она была уверена, что по улице Спортивной в доме 20 живет любовница Вадима. Марина решила рискнуть и позвонить в 14-ю квартиру. Ведь именно про числа 20 и 14 говорила бабушка. Чего вы так трезвоните? Что за срочность такая? Вам кого? Видимо вас. Ну, слушаю. Слушает она. У вас совесть есть вообще? Я знаю, что вы с ним спите. Но я не дам вам увезти из семьи моего мужчину. Это ясно. Давайте только без нравоучений. Я одна ребенка воспитывать не собираюсь. Какого еще ребенка? Такого. Мне с вами больше не о чем говорить. Сами там разбирайтесь, а ко мне не лезьте. Марина Олеговна была шокирована новостью о том, что у мужа не просто есть любовница, а еще и будет ребенок. Петр Иванович? Да. Вы не могли бы мне оставить ключи? Я сама закрою офис. Конечно, могу. А вы что, решили задержаться на работе сегодня? Да, надолго. Если можно, я вообще сегодня здесь переночую. Что-то случилось? Уже давно случилось. Зря я вас тогда не послушала. Вы ведь говорили про моего мужа, а я вам не верила. Марина, только не расстраивайся. Ты понимаешь, что ты достойна большего, гораздо большего. И я не могу тебе сейчас оставить одну. Поехали ко мне, Марин. Марина Олеговна больше не хотела видеть мужа, и в тот день решила не возвращаться с работы. Она планировала остаться ночевать в офисе, но Петр Иванович убедил ее поехать к нему. Где ты была? На работе. Не ври мне. Вчера я не вернулась домой, отключила телефон. Я тебя спрашиваю последний раз, где ты была всю ночь. А какая тебе вообще разница? Ты не за меня переживай, а за свою любовницу беременную. Да не моя эта любовница. Ну да, тогда я ночевала дома. Дай же мне сказать. Эта девушка Юля, это любовница нашего Антона. Влип наш парень. Как это? Я ничего не понимаю. Я же пытаюсь тебе сказать. Загулял наш сынуля накануне свадьбы. Эта девушка от него забеременела, начала шантажировать. Денег требует теперь. Я сам отвожу деньги, чтобы не сорвать свадьбу, чтобы Ира не узнала. Почему ты мне сразу не сказал? Потому что Антон попросил меня об этом. Он думал, ты начнешь причитать, заставлять его признать ребенка, либо плачевать деньги. Кто знает, что ты можешь выкинуть? Вот он просил молчать. Значит, у тебя никого нет? Да нет же. Ну не изменял я тебе. Только Антону не говори, что ты в курсе, ладно? Парень и так на нервах перед свадьбой. А как же теперь быть-то? Это что, значит, внук будет расти у этой Юли, а Ира ничего не должна знать? Ну это же ведь не утаишь. А если Юля семью захочет, а если у нее денег хватать не будет? Всякое может случиться. Это жизнь. Пойдем домой, Мариша. Вместе будем решать тебе. Пойдем. Марина Олеговна поняла, что совершила ужасную ошибку, изменив мужу с начальником. Увидев женские туфли, Марина Олеговна решила, что Ира уже дома и поторопилась позвать ее, чтобы разобрать покупки. Мам, а ты чего так рано? Да я с работы пораньше отпросилась, по магазинам прошлась. Вот, купила Ирише подвеску, как она хотела. А она на работе. А тогда чьи это туфли? Здрасте. Антон, как это понимать? У тебя же свадьба на носу. Мам, все под контролем. Ты, главное, Ире ничего не говори, ничего не произойдет. Юля, ты иди, я догоню. Ты понимаешь, что ты творишь? Неужели тебе плевать на Иру? Мам, я люблю Иру и женюсь на ней. Только ты не лезь, хорошо? Что? Мой сын рушит свою собственную жизнь, а мне не лезь. Да, тут все сложно и вообще некогда мне. Бабушка, у меня столько вопросов к вам. Оказалось, что у сына моего, помимо невесты, есть другая девушка. И у нее будет ребенок от него. Но проблема в том, что Антон со своей Ирой уже шесть лет вместе. Она нам как родная. И девушка замечательная. Антона любит. Уверена, что у них может быть крепкая семья. Но ты хочешь, чтобы он беременную выбрал? Да не то, чтобы хочу. Просто не знаю, как будет правильней. А вдруг Юля вообще не знала, что у Антона невеста есть? А теперь ей ребенка одной растить? Детка без отца расти не должна. И Иришку жалко, и Юлю эту. Не знаю, как поступить лучше. Аня, принеси еловую ветку и воду. Окуни ветку в воду. Стряхни себе под ноги. И дай мне. Хочешь, чтобы твой сын по чести поступил? Но запомни. Вижу я, тебе нельзя в его отношения вмешиваться. Ну как же так? Я все-таки его мать. Многого ты не знаешь. Непростая эта девушка. Если хочешь для сына лучшего, держись подальше от нее. Да, значит, бронируем отель Три Звезды с полным питанием. Привет, мам. А, да, счет можно оплатить на сайте. Всего доброго. Что-то случилось, привет. Да и ничего. Просто мимо проезжал, решил за тобой заехать. У тебя же рабочий день через 20 минут заканчивается. Да. Я хотела с тобой поговорить. Весь его внимания. Антон, ты должен все рассказать Ире. О, опять ты за свое. Конечно. А ты как думал? Сделал ребенка на стороне и успокоился? Это не шутки. Какой срок у Юли? На что она рассчитывает? Ты вообще хоть о чем-то думаешь? Думаю. Думаю то, что сам с этим справился. Ну, это я уже слышала. А представь, каково будет Ире, если она узнает. Потом. От кого-нибудь, да хоть от Юли. Лучше будет. Если она узнает правду. Это будет правильно. А потом принять ребенка. Помогать Юле. Встречаться с малышом. Нельзя семейную жизнь со лжи начинать. Ладно, мам. Я вижу, у нас с тобой по-хорошему не получается. Давай так. Если ты хоть слово скажешь Ире, или еще раз заговоришь с Юлей, я все расскажу отцу про тебя с начальником. Что? Что ты расскажешь? Да то, что ты спишь с ним. Да ты... Да откуда ты знаешь? Я как-то заезжал за тобой, хотел домой отвезти. И увидел, как вы в обнимку к его машине идете. А потом ты ночью дома не была. Не говори отцу. Я все поняла. Ну и отлично. Свадьба Антона с Ирой должна была состояться через неделю. Марина Олеговна смирилась с тем, что ничего не сможет изменить. Она пошла на условия Антона и хранила молчание. Представляешь, через неделю уже будешь женой. Даже не верится, я так переживаю. Я тоже переживала, это нормально. У меня в тот день ноги подкашивались. На ковнуках не могла стоять. А вы же тоже с Вадимом Андреевичем в августе поженились? Да, 18-го числа серебряная свадьба. Ничего себе! 25 лет! Я надеюсь, мы с Антошкой столько же вместе проживем. Я тоже надеюсь. Петр Иванович продолжал ухаживать за Мариной Олеговной. Она старалась его избегать, но понимала, что уже поздно. Марина Олеговна влюбилась в начальника, но боялась себе в этом признаться. Баба Нина, я так больше не могу. Сына хотела воспитать правильного, а сама-то, сама не лучше. Мне так стыдно, что мужу изменила. Но теперь чувства у тебя к другому мужчине появились. Да, к Петру Ивановичу. Понимаете, он совсем не такой, как муж. Он внимательный, интересный, столько всего знает. Всегда выслушает. С мужем теперь невыносимо мне. Тошно. Но мы вместе почти 25 лет. Не могу от него уйти. Не о себе ты сейчас думать должна. А о ком? О сыне о своем. Невеста от него может уйти. Да только сам парень ни в чем не виноват. Вижу, что ты сможешь ему помочь. Конечно, помогу. Что мне делать? Ты должна рассказать мужу про то, что любишь другого. И во всем ему сознаться. Но ведь тогда моему браку конец. Да. Но в вашей семье двум счастливым браком не бывать. Вижу, свадьба твоя в августе была. Да. И сын твой в августе женится. Это дурная примета. Нельзя, чтобы в одной семье две свадьбы были в один и тот же месяц. Иначе только одна семья сохранится. Какая? Решать тебе. Расскажешь мужу правду, спасешь свадьбу сына. А не расскажешь, невеста от сына твоего уйдет. Мариночка. Петя, 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 прекрати, мы же на работе. Ну и что, Марин? Вовсе же никого нет, кроме нас, Марин. Марин, давай махнем в кино, а потом ко мне. Я не могу. Ну хорошо, не можешь сегодня, давай завтра. Нет, я вообще не могу. Я сделал что-то не так? Нет, дело не в тебе. Я люблю тебя, но не могу бросить своего мужа. Давай это прекратим, прямо сегодня. Вон оно что. То есть, поиграл и надоел? Ну что ж, хорошо. Возвращайся к своему таксисту. Марина Олеговна не смогла признаться мужу, что у нее роман с Петром Ивановичем. Она решила, что если прекратит все отношения с начальником, то еще сможет спасти семью. Я прикрывал тебя. И рисковал своими отношениями, а ты наплевал на меня. Да успокойся ты. Ну все объясним, Ири, мы ей так и скажем, что это моя любовница. Раньше надо было думать, что из-за Юли я могу пострадать. Хорошо, еще мама ничего не знает. Теперь знаем. Ну и отлично. Давно пора. Я так долго прикрывал его, прятал его любовницу, а он средь бела дня. Привел ее сюда, и конечно Ира ее увидела. Естественно, она подумала, что это ко мне. Короче, она ушла от меня. Свадьбы не будет. Прости, мам. Марин, ты не горячись мой. Мы со всем разберемся. Вот как? Значит, я с самого начала была не так далека от истины. Я уговорю ее сделать Адвард. А зачем? Пусть родит тебе. Живите счастливо. Зачем я-то тебе нужна? Марин, не говори так. Это всего лишь любовница. Я просто подвез ее как-то, а потом не сдержался, завертелась, занесла, понимаешь. А потом ей ситуация вышла из-под контроля. В тот момент Марина Олеговна сделала выбор. Она вспомнила о словах бабушки, что счастливой останется лишь одна семья. Марина Олеговна выбрала семью сына и решила рассказать мужу правду. А знаешь, а я тоже тебе хочу кое-что рассказать. А я тебя тоже изменила. Да, ты не ослышался с моим начальником. Ты это только что придумала, чтобы позлеть меня. Это плохая идея. Нет, Вадим. Это чистая правда. Думаю, на этом все. То есть, я зря Антону сцену устроила? Да, Ириш. Это у них такая мужская солидарность. Антон ни в чем не виноват, он отца прикрывал. А как же вы теперь? Как? Разойдемся. Я вообще не представляю, как с ним жить дальше. За это время многое изменилось. Ну, ты не переживай. На свадьбе мы оба будем, так что все пройдет отлично. Да, я за вас переживаю. Ты знаешь, я рада, что у вас с Антоном все хорошо. Вы для меня уже давно главное в жизни. Теперь буду внуков ждать. Так что вы не расслабляйтесь. Марина Олеговна поговорила с Ирой и помирила ее с сыном. Они поженились. Сама Марина Олеговна развелась с мужем, как и говорила бабушка. Петр Иванович, узнав о разрыве Марины с мужем, сделал ей предложение, но Марина Олеговна ему отказала. Помните, нельзя, чтобы в одной семье две свадьбы были в один и тот же месяц. Иначе один брак обязательно распадется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Акба! Акба! Акба, ко мне! Ко мне! Ко мне! Вика! Вика, что случилось? Где Акба? Я уже полчаса бегаю, зову, она не идет. Зачем ты с ней вообще вышла? Ты же знаешь, что она только меня слушает. Она просилась, я ее пожалела. Да за полчаса ничего бы не изменилось. С поводка-то зачем спустила? Ну, чтобы она побегала. Мы с ней и с палочкой играли. Вика! Я сама поищу. Ну, я не хотела. Акба! Акба, девочка! Несколько дней назад у Наташи пропала любимая собака. Наташа пыталась найти ее самостоятельно, но так и не нашла. За помощью девушка решила обратиться к бабушке. Здравствуйте, бабнина. Здравствуй. Наташа ведь тебя зовут? Правильно, Наташа. Садись. Рассказывай, Наташа, зачем приехала? У меня собака пропала. Акба. Вика пошла погулять с ней, и она ее не послушалась, убежала. Вика – это хозяйка квартиры, и я ее комнату снимаю. Вот, любимая игрушка Акба. Она ее больше всего любила. Собаку я почему-то не вижу. Не могу понять, почему. Вижу другое. Возьми листок и карандаш записывай. Девять, пять, три, два, семь, ноль, четыре, один, восемь, три. Записала? А последняя цифра не три, последняя пять. Это я теперь ясно вижу. А что это за цифры? Похожи на телефонный номер. Он и есть. Нужно тебе, Наташа, по этому номеру позвонить. Тогда сможешь узнать, где твоя собака. Только вижу, тебе много раз придется этот номер набирать. Очень много. А больше я тебе пока ничего не скажу. Вступай. Наташа снимала у Вики комнату больше года. Несмотря на то, что у девушек было мало общего, они мирно соседствовали и очень редко ссорились. Ой, Наташка, у тебя есть хлеб? А ты вчера забыла купить. Да, есть. Держи. Спасибо. Ну, что там известно еще так бы? Да что известно? Объявление расклеили. Ну, я думаю, нужно еще. Так и никто не звонил. Ну, я была у ей сновидящей. Да. Она мне продиктовала номер, и я третий день пытаюсь дозвониться, но никто трубку не берет. Угу. А чей номер? Ну, я же говорю, не могу дозвониться, не знаю. А как она могла увидеть номер телефона? Ну, Вик, как-то увидела. Ты знаешь, очень много интересных вещей они говорят. И она мне так и сказала, что мне будет сложно дозвониться. Так и есть. Ну, хочешь, я тебе буду помогать? Тоже звонить буду. Да, это было бы здорово. И она сказала, что там знают про Агбу. Ну, так ты мне скинь номер телефона, и я позвоню. У нас все равно в ателье сейчас работы нету. Сидим друг на друга, смотрим целыми днями. Ну, хорошо, только если тебе ответят, ты мне сразу сообщи, хорошо? Ну, конечно. Спасибо. Наташа встречалась со Степаном больше года. Матери Степана очень нравилась Наташа. И Зинаида Андреевна давно заводила разговоры о свадьбе. Прекрасно. На меня у тебя времени нет, и на маму мою. А я, между прочим, не хуже собаки. Ну, конечно, ты не хуже собаки, и мама у тебя прекрасная. Ну, вот и переезжала бы к нам, у нас квартира большая. Ну, как? Ну, Агба, а у мамы аллергия на шерсть. Так нет же Агбы. Степ, не говори так. Я ее найду. Найду. Ну, а если не найдешь? И никаких «если». Я у ясновидящей была. Ничего себе. Мы теперь, когда собак теряем, к кисновидящим ездим. Мне кажется, ты ее больше меня любишь. Степ, ревновать к собаке очень глупо. Ну, а что мне остается? Что остается? Ты это одно, Агба другое. Вон, придержи лучше. Прошло еще три дня. Агба так и не нашлась. Наташа была в отчаянии. Привет. Я тебя зову, а ты не слышишь. Привет. Извини, я задумалась. Задумалась? Угу. Я дозвонилась. Куда дозвонилась? Как куда? По тому номеру, который ты мне дала. Дозвонилась и поговорила. Вика, это же здорово. Агба у них? Да, они говорят, что нашли собаку. Так поехали, надо ее забирать. Да никуда не нужно ехать. Почему? Ну, потому что поздно. Я договорилась, что завтра после работы ты ее заберешь. Вот, на адрес. Там тебя встретит Дарья. Я так поняла, что собака у нее. А во сколько? В шесть вечера. Она попросила не опаздывать. В шесть? Я же работаю до половины восьмого. Ну, в шесть попросила Дарья, у нее мало свободного времени. Ладно, я что-нибудь придумаю. На следующий день в назначенное время Наташа ждала Дарью. Вы Наташа? Да, да, здравствуйте. Я по поводу собаки. Вы нашли ее? Ваша собака? Да, да, это моя Агба. Точно она, с ней все хорошо. А что с ней сделается? Хорошая собака, воспитанная. А где она? Она у моих знакомых. Сейчас за городом, в питомнике. В основном в вольере, но это для ее же благо. Чтобы второй раз не сбежала. А когда я могу ее забрать? Да приезжайте хоть сегодня. Вы знаете, она скучает и не очень хорошо ест. Спасибо вам огромное. Я прям даже не знаю, что произошло бы с ней. Она такая доверчивая девочка у меня. Если бы она попала в плохие руки, я даже боюсь подумать. Я прям сегодня готова ее забрать. Вы мне дадите адрес? Разумеется, да. Ну, для начала мы должны уладить кое-какие формальности. Формальности? А что вы имеете в виду? Я имею в виду финансовый вопрос. Вам что, подруга ничего не передавала? Какие условия? Нет. А какие условия? Я готова вам вернуть собаку, но только за вознаграждение. Плюс вам еще придется заплатить за передержку. За передержку? Вы имеете в виду содержание в вольере? Да, дело в том, что за собакой ухаживают, ее кормят. Это стоит денег. Ну, хорошо, я заплачу. А сколько нужно? Вознаграждение мне, передержка, итого 150 тысяч. Сколько? 150 тысяч рублей. Ну, это же огромная сумма. Ну, как хотите. Хотя, знаете, собака молодая, я думаю, мои друзья легко найдут ей новых хозяев. Да и вообще, мне кажется, они будут в выигрыше, потому что эта порода, вы понимаете, она в два раза больше стоит. Так что вы решайте, вы ее забираете, или она остается в питомнике. Ну, это моя собака. Вы не имеете права мне ее не отдавать. У меня есть документы. Так, девушка, никто не отказывается вам возвращать вашу собаку. Но за услуги надо платить. Но у меня нет таких денег. Мы готовы подождать неделю, может быть, дней 10 максимум. А потом, могу, нужно будет продать. Вы же понимаете, она не может все время находиться в вольере. Я понимаю, я найду деньги. Ну, вот когда найдете, вот мои координаты, свяжитесь со мной. Два дня Наташа пыталась занять нужную сумму, но смогла собрать только половину. Где взять оставшиеся деньги, Наташа не знала. Викуль, сделаешь мне чайку? А то я пока в тубл ждал, так замерз. Да без проблем. Я еще вчера пироги готовила, будешь? Конечно, когда я отказывался от твоих пирогов. Сейчас. Не знаю, что делать. У тебя такая замечательная соседка. Что? А, это про Вику. Да, она хорошая. Что случилось? У тебя голос такой был. Степ, мне очень нужна помощь. Ну, это я слышал по телефону. А что случилось? Я даже не знаю, как тебе это сказать. Наташа, ты меня пугаешь. Степ, мне нужны деньги. Много. Сколько много? 150 тысяч рублей. Зачем? За Акбу. Ее нашли и требуют деньги. 150 тысяч за собаку? Это больше на выкуп похоже. Степ, такие люди и рассчитывают на то, что мы готовы отдать любые деньги. Потому что собака, она же как ребенок. Ну, ты сравнила. Степ, Степ, ну у тебя же есть отложенные деньги. Ну, пожалуйста, дай мне их. Ты серьезно? Ну, это же Акба, да. Ну, ты же знаешь, что они на свадьбу. Я их полгода копил. Ну, это Акба, это же очень важно для меня, Степ. Ну, для меня нет. Для меня важнее свадьба. Хочешь, чтобы у нас было все нормально. И потом, что я своей маме скажу? Да скажешь, все как есть. Что я свадьбу на собаку променял? Ты в своем уме? А ты? Тебе дороже вечеринка Акбы? Так, моя мама к тебе хорошо относится. И собаку твою терпит. А что ей терпеть? Она даже с ней не живет. А мама хочет, чтобы мы вместе жили. И я хочу, но без собаки. А теперь, когда твоя собака пристроена, то нам ничего не мешает. Что значит пристроена? Ну, я так понял, что она в приюте. Если ты ее не выкупишь, то ее продадут другим людям. У которых есть возможность ею заниматься. Это же хорошо. Степа, это моя собака. И я никаким другим людям ее не собираюсь отдавать. Тебе эта собака важнее, чем я. Она что, важнее наших отношений? Она только мешает. Мне она не мешала. Ты дашь мне деньги? Нет, конечно, не для другого. И поверь, так будет лучше и нам, и собаке. Так, если обсуждать больше нечего, я поехал. У меня еще есть дела. Ну что, Степа уже ушел? Ушел. Ну не плачь ты. Я сама тебе хотела одолжить денег. Правда, немного, но зато сколько есть. Спасибо, Вик. Да не реви ты. Степа, он ничего не понимает. Я люблю его. Но мне не достать столько денег. Знаешь, ты меня сейчас только не перебивай. Я знаю, тебе это может показаться странным, но мне кажется, я знаю выход. Правда, не знаю, как ты к нему отнесешься. Мне кажется, я уже на все варианты согласна. Ну, так вот. Ты помнишь Мишу? Мишу? Конечно, помню. А что? Ну, он же был в тебя влюблен. И у него есть деньги. И? К чему ты клонишь? Ну, если бы ты с ним встретилась, а потом, ну ты что, не понимаешь? Да он бы тебе занял денег. А может, и так просто дал. Вика, ты что, с ума сошла? А как же Степа? Степе об этом знать не обязательно. Или у тебя есть другие варианты? Похоже, что нет. Ну вот, значит, звони Мише. Наташа сомневалась два дня. Но потом все-таки решила воспользоваться советом подруги и позвонила Мише. Она давно ему нравилась. Он даже пытался ухаживать за ней. Но Наташа в свое время выгодила Степана. Как ты? Да неплохо. Только Акба у меня пропала. Акба? А, это твоя собака. Я помню. Мы познакомились, когда она еще маленькая была. Весловых и щенок такой смешной. Щенок. Да, сейчас она большая, солидная. Я тоже в детстве хотел собаку. Но мама не разрешала. А потом как-то не сложилось. Хотя, знаешь, сейчас бы я взял щенка. Приходишь домой, а там живая душа. Радуется тебе. Да, радуется. Знаешь, я всегда читала, что никто не умеет так любить, как собаки. Они ведь любят тебя ни за что. Просто любят. Ну, слушай, ты говорил, у тебя Акба пропала. Ну что, ты нашла ее? Ну как? Выкуп за нее просят. Ну, те люди, у которых Акба, вознаграждение за нее запросили. А это целый выкуп. Денег просят немерено. Сколько? 150 тысяч. Ну, у меня есть часть денег, зарплаты я заняла. Ну, этого мало. Ну, понятно. Вот зачем ты захотела со мной встретиться. Миш, я не буду тебя обманывать. Мне нужны деньги. Я тоже буду с тобой откровенен. Ты мне очень давно нравишься. И я хочу быть с тобой. Пусть даже на таких условиях. Цинично. Зато честно. Ты же сама так хотела. Ну, как мы договоримся? Я дам столько, сколько нужно. Ну, а ты побудешь со мной три месяца. Возвращать ничего не нужно. Почему три? Ну, я думаю, что этого хватит. Чтобы ты успела привыкнуть. Возможно, ты сможешь полюбить. Ладно. Давай попробуем. Хорошо. Я завтра приеду и завезу деньги. На следующий день Наташа встретилась с Мишей. Но даже в постели с ним она не могла заставить себя перестать думать о Степане. Нет, Миш. Прости. Я не могу. Я к тебе ничего не чувствую. Я понимаю. Успокойся. Я не насильник. Не собираюсь пользоваться положением. Я принес тебе деньги. Вот, возьми. Здесь сто тысяч. Отдашь, когда сможешь. Хоть через лет пять. Я даже не знаю. Мне очень нужно. Бери. Не думай. Вот, значит, как. Степа? Ты как здесь оказался? Ты вот мимо проходил. Дай, думаю, загляну к невесте. И зашел. Степа, это не то, что ты думаешь. Да, я не думаю. Что тут думать? Я и так все вижу. Мне все понятно. Мало того, что ты мне изменяешь, так ты еще за это и деньги берешь. Докатились. Я на тебе еще жениться хотел. Степа! Наташа не взяла деньги у Миши. Ей было очень стыдно и перед ним, и перед Степаном. Она не знала, что делать, и поехала к бабушке за советом. Пришла. Нашла свою собаку? Не совсем. Я нашла людей, у которых моя Агба. Но они очень много денег за нее попросили. Я часть денег взяла у друзей взаймы. Но остальную сумму собрать не смогу. Вижу, есть у тебя человек. Он тебе деньги предлагал. Да, но за это мне нужно было быть с ним. А я не могу так. Хороший это человек. Вижу, деньги у него можешь взять. Ничего он от тебя требовать не будет. Вы думаете? Но я же со Степой поссорилась из-за этих денег. И он даже со мной разговаривать не хочет. Как мне его вернуть? Вижу, можешь его вернуть. Но тогда собаку свою никогда больше не увидишь. Это как получается? То есть мне нужно выбирать Степа или Агба? Но я так не могу. Почему? За что мне такое? Ты сама во всем виновата. Ты когда в долг брала, мятые деньги тебе давали. А если мятые деньги в долг брать, несчастье они принесут. Примета такая. Не знала? Не знала. Ну что же теперь делать? Деньги эти владельцам вернуть нужно. Но как? Я же хотела этим людям хотя бы то, что есть, предложить. Я тебе то, что вижу, сказала. А как уж тебе поступать, сама решай. Наташа вернула мятые купюры их владельцам и позвонила Дарье. Она очень надеялась, что сможет отсрочить выплату и ей отдадут Агбу. Я так понимаю, денег у вас нет? Не совсем. Вот у меня есть 30 тысяч, даже 34. Я прямо сейчас готова вам их отдать. А остальные? Остальные будут, но позже. Деньги давай, это на корм твоей псине. И их я не считаю. Если через неделю всю сумму не принесешь, мы Агбу продадим. Уже покупателя нашли. Я найду деньги. Прошло три дня. К Наташе приехал Миша. Он привез деньги. Наташа чувствовала себя очень неловко. Вот тут вся сумма. 150 тысяч. Как и договаривались. Миш, я даже не знаю. Но не откажусь. Сначала не хотела, но потом подумала. Бери. Выручай своего друга. Миш, спасибо тебе. Спасибо. В тот же вечер Наташа позвонила Дарье и на следующий день забрала из питомника Агбу. Наташа была счастлива. Вика, смотри! Рядом, стой! Стой, моя хорошая! Смотри, кто у нас! Агбу забрала? Да, правда здорово. Ну да, неплохо. Только знаешь, у нас теперь с собаками жить нельзя. Как нельзя? Почему? Ну, потому что мой парень не переносит собак. Парень? Да. Какой парень? Ну как, мой. Мой парень. Вот. Степа. Ну да, а ты чего хотела? Вы же с ним расстались, ну а мы начали встречаться. Теперь хотим жить вместе, поэтому комнату я больше сдавать не буду. съезжать тебе надо. Съезжать тебе надо. Как? А куда я с собакой? Мне же квартиру нужно найти. Ну, это не мои проблемы. Но оставить тебя с собакой у нас я не могу. Я бы не против, но... Ну, Степа не любит собак, а я против него не пойду. Ты, Наташа, извини, но каждому свою. Ты меня на свою собаку променяла, а Вика ради меня на все готова. Ну, я могу хоть свои вещи собрать? Да, конечно. Я твой чемодан уже собрала. Он наверху стоит. Иди возьми. А мы тебя здесь подождем. Как раз ключи отдашь. Пойдем, дуракая. Пойдем, мой хороший. Рядом, рядом, рядом. Домой. Все, как вы говорили, так и получилось, бабушка. Акба теперь со мной. Степа меня бросил. Он теперь с Викой. А Вика выставила нас с квартиры. Нас теперь приютила женщина с нашего отдела на даче. Ну, там холодно уже. А новую квартиру не могу найти. Все хозяева против животных. Вижу, не все мятые деньги ты вернула. Потому и не везет тебе. Да, вроде все. Наклони ко мне голову. Ну, что, вспомнила? Точно. Вика же деньги еще давала. Три тысячи. Я ей их не вернула. Вижу, как только ты деньги эти отдашь, так и наладится у тебя все. Наташа нашла деньги, которые занимала у Вики и приехала к ней. Ну, и что ты тут забыла? Держи. А да, тебе забыла. А где Степан-то? Степан? У мамочки своей Степан. Не понравилась я ей. А он ее во всем слушается. Хотя я ей очень старалась угодить. В каком смысле? Да ведь это ее идея была. Акбу в питомник сдать. Ну, я ее туда отвезла. А с Дарьей договорилась, что если объявится хозяйка, она скажет, что сама нашла собаку. Она за лишнюю тысячу что угодно скажет. Тебе это зачем? Да ведь я знала, что ты будешь Акбу искать. Ну, а Степе это не понравится. Он же не любит животных. А когда ты с Мишей пришла, я позвонила Степе и сказала, что ты ради своей собаки готова даже за деньги с мужчинами спать. Так это все из-за Степы? Конечно. Я в него была с самого начала влюблена. Да и я ему нравилась. Но его мама, я думаю, ей никто не понравится. У тебя собака, у меня своя квартира. А квартира чем плохо? Не знаю. Она хочет, чтобы ее невестка жила под ее контролем. В общем, расстались мы со Степой. Вот теперь снова комнату сдаю. Ты, если хочешь, возвращайся. Да, нет. Спасибо. Через несколько дней Наташа позвонил Миша. Он узнал, что Наташа ищет квартиру и предложил ей с Агбой пожить у него. Наташа согласилась. Ей неожиданно захотелось быть рядом с этим надежным парнем. Они с Агбой переехали к Мише. А спустя год у Наташи и Миши родилась дочь. Бабушка предупреждает. Нельзя брать в долг деньги мятыми купюрами. Они могут принести несчастье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова